всем привет джейсон снова на связи сегодня у меня на обзоре необычный черный midi tower броненосец с предустановленной сжо это deep cool baron case liquid который можно приобрести на данный момент а именно середину ноября 2020 года примерно за 140 145 долларов сша кстати он еще и в белом исполнении бывает так что я вот тут где-то картиночку с ним вставлю этот обзор я разделил на два видео в этом видео мы посмотрим на его внешний вид внутреннее строение и изучим особенности а в следующем которая выйдет на несколько дней позже я соберу в нем игровую систему на базе процессора райзен 5 3500 x эти x материнки на b550 чипсете и в купе с видеокарта rtx 2060 в нем то вы и узнаете насколько сложно или наоборот легко вам будет самостоятельно собрать свой пк в данном корпусе на обзор корпус предоставлен магазином цифровой техники delta digital который находится по адресу город севердонецк проспект гвардейский 24 контакты магазина я оставлю в описании под этим видео итак усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра корпус имеет такие габариты Длина 423, ширина 215, высота 470 мм, учитывая ручку для переноски. Если же измерять без нее, то высота корпуса составит 435 мм. Вес этого броненосца из коробки 10 кг 300 г. На верхней панели разместилась противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся довольно крупные стильные вентиляционные отверстия в виде треугольников и места для установки 220 или 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 и 280 мм. Далее видим три небольших кнопочки, которые являются органами управления встроенного контроллера RGB подсветки. Кнопка M отвечает за смену эффекта. Кнопка P отвечает за включение или отключение подсветки. А кнопка S за смену скорости эффекта. Контроллер управляет подсветкой в четырех зонах. Подключается к блоку питания через коннектор SATA. Еще ближе к передней панели расположилась металлическая ручка-плавник, которая прикручена на четыре винта к шасси корпуса. Кстати говоря, имеет такое же приятное шерховатое покрытие, как и весь корпус. Толщина ручки составляет 3 мм, и она очень помогает при переноске данного тяжеляка с места на место. За ручкой, практически у края верхней панели, расположились два разъема USB 3.0, разъемы для подключения наушников и микрофона, а также кнопка перезагрузки и кнопка включения, которые выполнены в виде треугольников разного размера. Стандартная индикация в виде светодиодов питания и обращения к жесткому диску в данном корпусе отсутствует. Чуть ниже находится полоска с надписью GAMER STORM, которая подсвечивается во время работы. Коннекторы для кнопок и разъемов на верхней панели имеют стандартный вид. Тяжелая передняя панель имеет толщину брони 1,2 мм. Снимается, если ее с усилием потянуть за нижнюю часть вперед. Крепится на вот такие шарообразные крепления. Рядом видим еще конусообразную направляющую. Ответное крепление в корпусе – это пластиковый зажим. По бокам панели имеются треугольные отверстия для забора воздуха внутрь корпуса. На корпус спереди возможна установка либо двух 120-мм вентиляторов, либо одного на 120, а второго на 140 мм. В центре установлен съемный пылевой фильтр. И как по мне, он мог бы быть подлиннее. На задней панели видим отверстие под заглушку для материнки. Также посадочное место под один 120-мм вентилятор. Или радиатор СЖО с возможностью его небольшой регулировки по высоте. 120-мм вентилятор идет в комплекте и может быть запитан через трехпиновый разъем, либо через Molex. Каких-либо обознавательных знаков на нем нет. Ниже идут пять съемных заглушек для видеокарты и периферии. Все они крепятся винтами-барашками и продолжают общую концепцию стиля с треугольниками. Правее видим брендированную табличку с логотипом GamerStorm и адресом их сайта. В самом низу находится место под установку блока питания, в которой из коробки установлена заглушка с силовым кабелем-удлинителем. И это как раз одна из особенностей данного корпуса, так как у него есть два варианта размещения блока питания в пространстве. И это будет зависеть от того, какого форм-фактора вы будете использовать материнскую плату. Чтобы не нарушать последовательность моего повествования, подробнее об этом я расскажу чуть позже. А сейчас давайте перейдем к осмотру нижней части корпуса. Здесь мы видим четыре круглых пластиковых ножки с мягкими вставками. Диаметр ножек 25 мм, высота 15 мм. Диаметр вставок 20 мм. Противопылевая сеточка на магнитах. Вентиляционные отверстия крупные и продолжают общую стилистику корпуса. Также здесь возможна установка двух 120-мм вентиляторов, и это опять же будет зависеть от того, где будет размещен блок питания. Левая боковая панель, немного притонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Размеры панели 395х385 мм. Крепится на четырех винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. По всему периметру соприкосновения стекла с корпусом проклеены полоски из мягкого материала. Шасси корпуса имеют толщину стали 0,7 мм. Переходим к внутренней компоновке. Корпус совместим с материнскими платами форматов Mini-ITX и Micro-ATX, а также, несмотря на свои небольшие габариты, и с полноразмерными материнками формата ATX. Исходя из этой особенности, при использовании материнских плат форматов Mini-ITX и Micro-ATX, в нижней части корпуса можно установить блок питания длиной до 200 мм. Для этого здесь даже предусмотрены демпфирующие проставки. Но при использовании ATX платблок питания туда уже не войдет по высоте, поэтому для него предназначено место в передней верхней зоне корпуса, куда выведен силовой кабель. Внутри корпуса для охлаждения процессора предустановлена SGO Deepcool Capitan 120EX. Она подойдет для процессоров с уровнем тепловыделения не более 150 Вт. Водоблок данный SGO совместим со всеми современными процессорами, за исключением 3-дрипперов. 120-мм вентилятор выполнен на гидродинамическом подшипнике. Его скорость может варьироваться в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Алюминиевый радиатор имеет такие размеры. Длина 154, ширина 120, толщина 27 мм. Чтобы комплектующие не повредились во время транспортировки, водоблок с помпой закреплены на пластиковом поддоне. Радиатор SGO соединен шлангами не только с помпой, но и с датчиком потока жидкости. Он размещен на боковой стойке корпуса, оснащен подсветкой и хорошо виден через стеклянную панель. Как по мне, это решение выглядит интересно не только со стороны стайлинга, так как придает данному корпусу индивидуальности, но и с практической, так как если что-то случится с помпой и она перестанет работать, вы сразу это заметите. Помпа имеет 3-пиновое подключение к материнке. Еще из нее идет 4-пиновый своеобразный коннектор к контроллеру подсветки. Вентилятор имеет 4-пиновое подключение и также 4-пиновый коннектор к контроллеру. Датчик потока также подключен к контроллеру подсветки. Панелька с датчиком крепится к шасси корпуса на 6 винтов. Над датчиком потока находится съемная пластина для установки 2,5-дюймового диска. Если не убирать вот эту заглушку, то видеокарту в корпус можно установить длиной в 245 мм. Убрав эту заглушку, получаем возможность установки видеокарты длиной до 340 мм. Но учитывайте то, что там идут шланги к датчику потока и разместить там крупногабаритную карту вам будет достаточно сложно, особенно если к видеокарте еще будут подключены кабели доп. питания от БП. Еще заметил, что на заглушке есть 4 отверстия, которые в аккурат подходят для размещения на ней 1,2,5-дюймового диска. Так оно и оказалось. Хотя нигде в спецификации об этом не указывается. Место для размещения не особо удобное, но возможно кому-то данная инфа пригодится. Если будет нужда, то воздушный кулер на прос можно установить высотой не более 168 мм. Отверстия для кабель-менеджмента завальцованы, а 4 из них дополнительно имеют резиновые заглушки. Для укладки кабелей за задней стенкой имеется 15 мм свободного пространства. Правая панель ровная, крепится на два винта барашка. Броня тяжелая, крепкая и практически не деформируется. Для удобного крепления кабелей с стяжками имеется множество выступов. Также имеется 4 брендированные застежки-липучки. Здесь видим еще одну съемную пластину для установки 2,5-дюймового диска. Для установки 3,5-дюймовых накопителей в нижней части корпуса предусмотрены 2 съемные корзины. Диски в них устанавливаются через резиновые демпферы. Таким образом, всего в данный корпус можно одновременно установить либо два 3,5-дюймовых диска и два 2,5-дюймовых, либо четыре 2,5-дюймовых, чего должно быть достаточно для большинства домашних систем. Место на заглушке возле видеокарты я не учитываю. Для вертикальной установки блока питания вилка силового кабеля имеет Г-образную форму. Также для крепления БП в вертикальном положении в комплекте с корпусом в отдельном пакетике идет инструкция и специальная рамка, которую нужно будет прикрутить к стандартным отверстиям на блоке. После чего его можно будет устанавливать, так как это показано в инструкции. Мы же это проверим на практике в следующей части видео. Ну и в завершении обзора еще пару слов о комплекте крепежей, которые поставляются вместе с корпусом. Черная коробочка вмещает в себя все, что нужно для установки SGO. Это подробная инструкция с картинками, пластиковая усилительная пластина на обратную сторону материнской платы и крепежи под различные сокеты. Что приятно, каждый пакетик подписан, так что ошибиться будет достаточно сложно. Еще в коробочке найдете наклейку в виде логотипа GamerStorm и маленький тюбик брендированной термопасты, на котором нет никакой информации о том, какие у нее показатели теплопроводности, плотности и вязкости. Крепеж для корпуса идет в прозрачном пакете вместе с небольшим количеством стяжек. И снова приятно видеть, что все разложено по отдельным пакетикам и подписано. На этом первая часть, так сказать, теоретическая, закончена. Продолжение появится в ближайшее время. И мне уже самому не терпится все собрать и посмотреть на финальный результат. В общем, кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся, если еще не подписаны. Скоро увидимся. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok